Как сообщила во время прямой телефонной линии начальник Восточной таможни Миндоходов Евгения Романчикова, за прошедший год в Восточной таможне выявлено более 600 нарушений на сумму 400 миллионов гривен. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Гражданам, пересекающим границу, следует заблаговременно узнать, что и в каком количестве можно перевозить. Все регламентируется постановлениями Кабинета министров Украины, где все четко ограничено. Есть товары и продукты, которые нельзя перевозить. Это постановление 468 от 28 мая 2012 года, подготовленное уже в соответствии с новым таможенным кодексом, который вступил 1 июня прошлого года. Помимо списка товаров, которые нельзя вывозить из Украины, существует список товаров, запрещенных к ВОЗу в нашу страну. По товарам, по сельхозпродукции прямо в таможенном кодексе есть ограничения. Во-первых, это алкогольные напитки, ну всем известно. То есть, вы взяли вообще бери? Нет, один литр водки, два литра вина, ну там по-другому сказано. Но я говорю так, как мы применяем в быту. И 10 пачек сигарет. То есть, эта норма не изменилась. По медицинским препаратам также предусмотрены определенные нормы. Те медпрепараты, которые нужны человеку для того, чтобы поддерживать свое здоровье, и вывести их ввести можно. При этом препараты не должны содержать наркотические вещества, а их количество не должно превышать пяти упаковок одного наименования. В этом году в аэропорту Донецком задержали гражданку Украины, которая ввозила 225 упаковок медицинских препаратов на сумму более 60 тысяч гривен. Но самое главное, что эти медицинские препараты не были зарегистрированы на территории Украины. Их изъяли, решения суда не конфискованы и подлежат уничтожению, так как применения они в Украине не найдут. В условиях нового аэропорта ускорился и улучшился досмотр багажа пассажиров, отметила Евгения Романчикова. Просматриваем на очень чувствительной аппаратуре, на рентгенаппаратах. И вот таким образом, ну это правда уже было достижение прошлого года, таким образом задержали уникальную коллекцию медалей-наград, о которой мы уже говорили и писали, не хочу повторяться. Ее задержали именно те работники, которые даже не знали, чей это багаж. Ну а потом, естественно, по той системе, которая существует, выявили того гражданина, который, это был гражданин Австрии, который перемещал этот багаж. Евгения Романчикова также объяснила, как следует правильно перевозить произведение искусства, например, купленную картину. Во-первых, необходимо сохранить чек, если картина куплена в магазине. Сложнее вывести картину, приобретенную с рук. Обязательно нужно брать документ, удостоверяющий, что эта картина не является культурной ценностью для Украины. К сожалению, ближайшая такая структура находится в Днепропетровске, в Донецке. Это территориальный орган по контролю за перемещением культурных ценностей. Нам он не подчиняется. И вот так сложилось, что ближайшее – это Днепропетровск. В Восточной таможне пересечено несколько попыток нелегального провоза культурных ценностей. В общем-то, есть интересные. Не было картин, но были иконы, псалтырь и старинные монеты. Эти обнаружения были во всех пунктах пропуска. Таможенный пост Новозос, таможенный пост Успенка и таможенный пост Иловайска. Бывают случаи, когда работники таможни прибегают к процедуре личного досмотра пассажиров. Сотрудник таможни обязательно, того же пола, которого и гражданин, в специальном помещении, в присутствии понятых, проводит таможенный досмотр, личный досмотр. Но он проводится таким образом, что сотрудник таможни не прикасается к гражданину. Гражданин сам снимает свои вещи, предъявляет. Но, как отметила Евгения Романчикова, это исключительная мера таможенного контроля, которая применяется достаточно редко. Наталья Волошина, Александр Худолей, Первый муниципальный.